Ага, всё, Аня, Аня, ваши серёжки, Аня, Таллин, да, две буквы Л, две буквы Л, простите, простите, в Таллине не была, как пишется, не знаю, извините, простите, извините, у меня что-то вообще мои эстонские друзья, латвийские, прибалтийские, эй, вы там наверху, дайте знать. А не хотите давать знать, всё, не дружим, нет, всё, не дружим, никак, никак, я вам больше не напишу, так, девочки, смотрите, ря-бе-ря-бе, на дело, как-то мне одна мадам написала с оскорблениями, что я похожа на телеграфный столб, может быть, я не спорю, не буду спорить, у всех вкусы разные, так, девочки, как-то помню, ходила я на огороде, плакала за машиной, вот этой вот херне, потом возненавидела всю эту свою, о, вот так вот, оно, сейчас, девочки, холодно, ну что, пуховик одевал, ну так, подождите, 16 число, 16, а чёрте шо, нет, короче, надо кому-то отдать, не-не-не-не, не-не-не, нет, воно малое, и шо воно мне, мы не согрели, это типа как шарф, да, типа шарф, такие ещё пуговицы, к чему они, но это мы делали специально, мне так хотелось, или одеть сегодня ещё, одеть, одеть, кто хотел меня видеть в коротком платье, обратите внимание, показываем ножки, да, для тебя, для тебя, для тебя, там, 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 та-ра-та-та, кто хотел видеть меня в коротком, пожалуйста, пожалуйста, и ничего, ну не короткое, нормальное, да, да, Нателла немножко пошит, да, Нателла, короче, девочки, ладно, хватит мне выкаблучиваться, сейчас я, я вообще, короче, знаете как, опа, новый слэнг, короче, не-не-не, Нателла, девочки, кто мог подумать, вот когда снимаешь видео, да ё-моё, немножко ниже, немножко ниже, вот, за эту же кашу пшена, боже мой, девочки, я даже не знала, так, а где чашка, о, сейчас, девчата, за, 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 я здесь, девочки, я здесь, Я даже не знала, что вы неравнодушны, оказывается, к пшену, которую я по своей слепоте куриной нечаянно купила. Значит, девочки, кто-то мне написал, что каша из пшена, куриная еда, как я называю, бабушка всегда курочком варила, да. Это залог женской красоты. Ну что, теперь буду постоянно есть. Рассказываю. Ты-то со сливочным маслом сделала, с приправами. Я поела два раза. Мама съела такую мысяку. Девочки, едем в машине. Пол первого ночи. Я, Людочка, говорю, стесняюсь, спроси. Ты голодная? Человек работает в ресторане. По умолчанию должен быть не голодный, да? А нет, это кустава. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. В общем, я постелила себе теплую простынь электро. Согрелась. Она заходит сейчас ночи. Я такая, говорит, голодная. Я на нее... Не, ну, девочки, я спрашивала. Говорю, иди в холодильник. Вот что там найдешь. Говорю, есть колбаска, есть сырок, есть там каша какая-нибудь найдешь. Что вы думаете? Наложила на себе каши вот этой вот пшенаре. И говорит, мама, пожалуйста, хоть раз в неделю вари мне эту кашу. Представляете? Я на девочки, вы представляете? Я шутил. Какие они гарненькие. Видите, какие красивые девочки. Боже, какие шикарные осенние цветы. Осенний поцелуй после жаркого лета. Как же вы что? Ой, ой, ой. Ты прочувствовал это. Но впереди вся осень. Ты мне нужен очень. И я тебе нужна. Я тебе нужна. Боже мой, расстояние вообще никакого. Опять. То вы, наверное, не уже знаете. Есть Нателла, выкаблучивается. Да? Я кваша на этом, на грибинси. Значит, что я знаю не так. Там, помню, я открывала рот по Талу Пугачеву. Я играла драму в шорт в ТикТоке. И там мне девочка написала, Нателла, наверное, у тебя точно что-то случилось. Ты или влюбилась, или у тебя что-то случилось. Я просто играла. Ну, вы знаете, есть доля правды. Вот когда начинаешь вот такие вот выкрутасы делать, или грустить так надуманно, или радоваться вот так вот. Девочки, у вас такое есть? Или только это у творческих людей? Или это у холериков? А как мне интересно, мне вот интересно, как себя флегматики вообще проявляют? Я с флегматиками сталкивалась. Да, их лучше не трогать. Боже, тебя сбавь. От них неизвестно, что ожидать. Люди взрываются, и потом их очень тяжело остановить. А холерик, он постоянно холерик. И в радости, и в горе, понимаете? Ну, просто мне интересно, как флегматики вот пар выпускают. Чтением книг, чтением стихов, песнями. Вот как? Вот мне интересно, флегматиков, как вас разгадать? Вот как вас разгадать, кто флегматик? Объясните мне. У меня с флегматиками очень тяжело общаться. А знаете почему? Идет у меня текст. Много-много текста. А, ой, сейчас платье, платье. Ну, как тебе платье, бабушкино? Платье. А, ну, повернись. Как-то ты очень легко одета. Люда, я вчера заставляла ее укрыться. Слышите? Я двигаю. Люда, заставляла ее укрыться. А что ты такая красивая у меня? Лежи вчера в платьичке живет там, да. В платье, значит, рубашка не важна. Я говорю, ма, я не могу согреться. У меня зуб на зуб не попадает. Она мне, знаете, что говорит? Мне прекрасно. У меня четвертая положительная. Так, ага, про флегматиков. Мне просто этот вопрос интересует. Знаете, почему мне с ними тяжело? Потому что у меня эмоции, эмоции, эмоции радостные. Так что могу рассказывать? Человек хороший внутри. Он мне понимает. Он потом часа через два только может мне ответить на мои вот эти вот волочки. Понимаете? Вот так и среди вас есть такие. Понимаете? Я тут комментарий через пять видео. Нателла, ты шикарно в этом платье. Понимаете? Вот как с вами? Как? Девочки, быть самим собой в наше время сейчас. Вот мне Марина всегда. Цыгановка. Цыгановка. Маринка цыгановка. Нателла, прекращай. Оставайся сама собой. Будь сама... Как же ж тяжело, девочки, быть самой собой. Если я буду сама собой, выключи камеру Нателла и не пугай людей. Ось. Так что, друзья мои, три матрошечки, ось так, знаете, шо с таки, ось, ось и пугла, ось и пришей, оце платье ось в деть. Понимаете? Покрутить. Нет. Нет. Не годится. Под это платье не годится. Никуда. Нет. Нет. Снимаю. Нет. Боже, пока давно ты задаваешь тапочки, Степа. Ты вздеваешься надо мной, шесть пашек. Все в огородище, а я не собрала. Все в огород отнес, да? Все. И все в болоте, может, представь, всякие, а вырубала. Не слышу, Нателла, нервный тик. Нервный тик? Да, может, Натчиков не хватает или что, я не понимаю. Натчик, я, может, раз сады, сыноковыйся, только давай гнать. Страшно тапки не оставлять прямо. Нельзя оставлять тапки. Особенно утром. Пока набега есть. О, о, девчата, о, гдила. Переджай, дай пятнышку, стой. Дай пятнышку. Вот тут, да. Это же белая. Не, лапа кота. А, лапа кота. Сейчас. Почему-то мне неудивительно. О, отлично. Хорошо. Сейчас, девочки, кормят. Да, ну, ничего страшного, мам, я потом белизной. О, вот это оно, да, девчата? Вот это вот оно. Это вот оно. А то, это, можешь, Верочка, носить дома, вот так вот, одеть, вместо... Это Верочка, я не знаю, ей сложилось сить. У Верочки, у сиски, чтобы надо забыть. Это вот это вот, да, село, село, Закрыть там уже все. Тренч такой. Как говорила бабушка, как говорила бабушка Женя, такие интеллигентные, Натаня, интеллигентный такой, плащ купила в комиссионике. Помнишь, бабушка? Ага. Натаня, такие интеллигентные, и действительно, такой коричневый, благородный такой цвет, под поясок. Тут вот эти вот воротники, косынка блестящая, помните, девочки, тут этот блеск на косынке, вот так косынка бабушка. И мама говорит бабушке, ма, давай губы подкрасим. Нет, фу, фу, ты шо? Нет, я заставлю туда спичечку, спичечку, и вот так. Спичечку, и кончером мало она. А губы тоненькие, губки тоненькие, маленькие, и розык аккуратненькие. Вот, потом она себе купила в комиссионке, сейчас девчата. Каракуливую шубу, вот даже не могу такое слово выговорить. А она ж маленького роста, бабушка. И вот это вот, она бит в этой шубе каракуливой. Вот этот пуховой платок с такой борцой, помните, наши бабушки носила? Вот так вот. Оренбургский пуховый платок. У нее был белый, белый и серый. И вот так вот она замотает, и вот так вот еще туда, назад. И вот это вот зимой идет, хорошо было. А потом уже, когда она стала плохо ходить, конечно, она вот так вот, прям плыла. Ну да, она эту шубу не снимала. Сколько лет она, вот зима, вот всю шубку. Так она такая была красивая, серый каракуль. Воротник серенький такой был, да. По тем временам, наверное, да, красивая. Интеллигентный плащ с комиссионки. Вот. Сумка кожаная, вот такая хозяйственная. Вот. Я никогда не забуду, как бабушка вот эта зелень вырастет, на пучки намотает, намотает, продает, лучок. Она же огромным занималась. Одно выращивала, другое опять садила. И вот так у нее было. Конвейер. Конвейер. Клубничка, ты-ты. В общем, дома все, кролики, свиньи, корова была. Утки, утки шипуны. Утки шипуны. Тут двор был, двор был. Боже мой, бурик, собака на цепи привязана. Куры от него шарахаются, шипуны шарахаются. Творожок валяется с молока, творожок, цыплятка. Тут девочки, был целый в мире животных. Зверье мое. Я малая была, ничего этого не понимала. А потом, когда подросла, я постоянно с веником ходила. Мне хотелось позаметать, поубирать. За что меня очень ругали, потому что у тебя мед куриный собирали, удобряли огород. Вот. Курочки ходили, они же как, 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 как я кушаю. Вот и туда же выходит, это шкуры. Да. И, в общем, бабушка, дома все свое есть, и что покупать? И вот бабушка там что-то продаст. Девочки, так это было смешно, мне, вот я всегда ее ждала, но, ну, мне там петушок на палочке, пока я была маленькая, а потом нужна бутни. Девочки копченые, рыбу с города везет. Самое главное, девочки, сумка пустая, и в сумке одна селедка. Обязательно. Обязательно селедка найдет. Селедка обязательно. И дедушки ноги сильно болели, и это же сейчас... Динатурат. Сейчас же медицина, там, на высшем уровне, там, разные мази. И бутылка Динатурата дедушки ноги. Динатурала, да? Растирала. И ведь таки был вонючий, пахучий, и дедушка ж потом, короче, бабушка только на огород. А Динатуран, дедушка, налил себе чарочку Динатуран. Да, 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 да. И во внутрь ему хватало крови. Девочки, и так он сказал, мамо, он такой пьяный не был, нет. Он говорит, мамо, как обезболивающе. Его было уже, сигаретку закрыл, уже не так у него сильно, у него же руку отняли потом, там было три осколка. и легких четыре. Девочки, в голове, да, четыре осколка, в легкие осколка. Руку пришлось ампутировать, где-то, значит, ранение было где-то в 42-м на локоть, а ампутировали руку только в 86-м. Да. Уже не мог он терпеть. Не то. Он же не мог так молотком что-то делать, бить, только вот так. Рука только вот так работала, наверх, на низ не работала. Ой. И всю жизнь вот так вот рука была, девочки, вот так он ходил. Всю жизнь. Ну, она действовала, он все, он и косутый, просто вот привычка все на весу вот так все делать, вот так. Ну, слышишь, а позвоночник не был у него искривленный за руки, все равно выправка такая, да, был такой. Ведущий его лечащий Шевченко, хирург, полный такой, полный, такой дядька, а тут еще приклоняюсь приклоняюсь, я удивляюсь, у него можно было через позвоночник достаться достать. Вот такой такой был сильный организм. А, организм сильный был, я думала, что фокусы какие-то хотели делать. Крепко. Понятно, понятно. Как он все это переносил. Ну, девочки, я хотела показать свой наряд, и рассказала бабушке и дедушке. Как всегда. Ничего поддельных, хорошо вспомнили. Это ж такие праздники, покрова, был такой день, и надо ж было веру родить на покров. Катя, когда ж не бабули, Витя, когда буряки, да, Галя, Галя, с них был. Вот, Натаня, 9 мая, на День Победы дедушка медали одевал тогда, в 70-м году, да. Вот, Вера на покров, Боже мой, Боже мой. А Леня, А Леня когда, Леня? В марте. А Леня мартовский кот. Мартовский кот. У нас кошка, ой, кошка, корова была марта. Все три брата, все были так истами. Федеративная республика Германии тогда была. Ой, девочки, я сейчас смотрю сериал, называется ГДР. Про Берлинскую стену, как, ой, ой. В Ютубе нет, в Гугле просто дела, ГДР. Я дошла до 8 серии. Я его давно смотрю? Потом поставлю. Только на телефоне, на телевизоре не поставлю. Ну, хорошо, как-нибудь найдем. Да, да. ГДР, девочки, посмотрите. Историческая проекта. Исторически там Горбачев с Раицей ходят, шпионы, разведка, как они эту стену и как Горбачев вообще, когда эту стену они про... Стой, стой, стой. Был прорыв стены, Горбачев офигел, говорит, а как, подождите, я ж... Тики-балочки булы. Так быстро. А люди хотели воссоединиться с Германией, потому что одна сторона живет шикарно, а вторая сторона на обеспечении Советского Союза бедствует. Ну, бедствует, понимаете, бедствует. Ни таких зарплат нету, ни такого шика нет, ни таких научных достижений нету. Но там были, конечно, движения коммунистов, показывают. Вот. Показывают настроение и тех, и тех людей, кто-то там кричит, мы Германии этого ничего не простим. А это ж 86-й год, девочки, как-никак 40 лет прошло. В общем, интересный исторический фильм. Конечно же, всегда факты перерывают. Вы сами понимаете, каждая сторона хочет по-своему как-то историю написать. Ну, в целом, художественный такой этот сериал, замысел, меня очень вдохновил и актер, главный, высокий, такой красивый украинец, Запорожье. Девочки, да. Да. Сам родом из Запорожья. Главный актер. Его там зовут Александр и Сашка. Он играет. Кто смотрел сериал «Художник», он там в художнике главную роль играет. В общем, девчонки, кто телеманы, кто сериальные такие, это посмотрите. Посмотрите. Вот. Потом я смотрела, не зашел, не зашел мне сериал наш украинский про Донбасс. Понимаете, девочки, почему не зашел? Там столько всего, так тяжело. Наверное, вот этот сериал, который вот ГДР, через столько лет можно смотреть. А вот я чувствую, начинается у меня агрессия, начинаются у меня слезы. Я плачу по Донецк. Ой. Ладно, мои хорошие. Я не знаю. Вот такое утреннее было к вам приветствие. Я вас люблю, обожаю. Всем огромное спасибо. Я погнал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok